Во-первых, нужно смотреть, чтобы помещения были чистыми. Ни пыли, ни грязи на полу быть не должно. Игрушки обязаны дезинфицировать каждый день. И у всех работников частного сада должны быть медицинские книжки. Обязательное условие – проверка продуктов питания, которыми кормят малышей. На стенде для родителей должно висеть подробное меню. Из каждого приготовленного блюда обязательно берутся пробы. В случае чего они помогут узнать, чем именно отравился ребенок и вообще, имеет ли к этому отношение детский сад. И хранится она по сантиме 48 часов. Вот если это утренняя проба сегодняшняя, например, да, завтра 24, послезавтра утром 48, мы приходим, имеем право их вылить и уже делать другие тогда новые пробы. Баночки все стерилизуются обязательно, кварцуются, все моются, чистятся. Контроль за соблюдением всех норм и правил со стороны городских властей сейчас усилен. Если раньше проверки проходили примерно раз в три месяца, то сейчас работу частных детских садов проверяют раз в неделю. Это неспроста. Программа работает в Крае около года. И за это время бюджетное место в таких детских садах получили больше 1200 малышей. До конца года планируют ввести еще больше тысячи. Мы активно призываем бизнес к тому, чтобы расширять эту услугу. И мы, безусловно, будем ориентировать родителей и использовать возможности бизнеса в решении этого вопроса. Мы выставляем еще и куратора из муниципального сада. То есть те, кто уже умеет оказывать услугу, это делают не первый год. Для того, чтобы они оказывали методическую, содержательную помощь, документальную помощь. В частном детском саду. Принцип работы программы прост. Тем, кто ждет своего места в государственном детском саду, предлагают сменить его на частный. Родительская плата при этом не растет и составляет чуть больше тысячи рублей в месяц. Остальное доплачивает муниципалитет. Это еще 8-9 тысяч рублей. Несмотря на возросшее количество проверок, сами частные дошкольные учреждения заинтересованы в таких муниципальных контрактах. Нужен какой-то стабилизирующий фактор. И данная муниципальная программа, вот как для нас, как для предпринимателей, это как раз тот самый стабилизирующий фактор, который дает постоянный финансовый приток, который может поддерживать нас и обеспечивать нашу стабильную работу. При этом качество знаний, которое получают малыши и в частном, и в муниципальном детских садах, должно быть одинаковым. Это контролирует городское управление образования. Но если родители нашли нарушение, можно обращаться по-любому из указанных на экране телефонов. Там обещают разрешить все вопросы. Алина Штоколова, Андрей Крупнов. Новости.